добрый день уважаем любители шахмат с вами я грасместер карина барцумова и в этом обучающем видео мы рассмотрим один из методов защиты рассмотрим и пример из партии признанного мастера защиты чемпиона мира тиграна петросяна на доске возникла такая позиция мы должны конечно первым делом позицию оценить и понять что хочет соперник ну давайте оценим эту позицию и обсудим все критерии оценки в первую очередь это положение короля здесь стоит отметить что белый король расположен более надежно на поле g2 чем король на g8 потому что белые могут попытаться вскрыть линию аж попытаться проникнуть в лагерь черных и атаковать этого короля если оценивать положение фигур то в данный момент я думаю что конь явно не хуже чем вот этот вот слон в каких-то позициях он будет просто и лучше вы в эншпильных особенно позициях потому что слон здесь ограничен собственными пешками располагающимся на черных полях и соответственно конь здесь не хуже в такой ситуации насчет пешечной структуры можно сказать что черные имеют пешное большинство на ферзовом фланге соответственно они будут иметь возможность образовать проходную пешку отдаленную проходную и это конечно дает им определенные определенную игру особенно в эншпиле допустим и теперь в первую очередь нам нужно понять что же хотят белые у белых есть определенный план игры на короля черных и соответственно здесь нужно считаться с планом белых опять же повторюсь планом вскрытие линии аж то есть большому счету пограживает уже ферзи 5 h5 вскрываем линию и начнет король себя не очень уютно здесь чувствовать петросян очень верно почувствовал этот момент момент когда нужно задуматься о защите и применил один из таких интересных планов защиты можно сказать этот план применяется достаточно часто особенно в позициях закрытым центром здесь мы видим центр закрыт да то есть никакого напряжения в центре нет петросян предпринял попытку эвакуации короля на другой фланг то есть здесь черные пошли королев 8 отличный ход очень сильный ход пока что есть время королю нужно эвакуироваться в центр или на ферзевый фланг посмотрим что было дальше ферзи 5 пошли белые король и 8 мы продолжаем продолжаем эвакуацию хотим поставить короля на более защищенное поле и теперь белые не почувствовали момент сейчас по логике всей борьбы белым стоило уже отказаться от плана вскрытия линии аж потому что никаких дивидендов это не принесет белым здесь белым стоило пойти а4 допустим ну и попытаться попытаться вернуть ферзя идея перевода слона существует по черным полям на поле до 6 но могут очень хорошо этому противостоять черные у них есть тоже такой интересный ход профилактический ферзь of 8 теперь дело в том что на ход солнце один последует ход ферзь b4 мы очень быстро переключаемся к атаке на пешку d4 по большому счету слон будет привязан к защите должен будет вернуться на е3 если пойти допустим ладья b1 тогда может последовать ход ладья c8 ну и дело в том что особо особо игры как таковой здесь нет у белых ничего они здесь скрыть не могут ходом опять нигде подрыва нет и черный будет потихоньку усиливать позицию пойдут где-то кони опять попытаются ладьей вторгнуться суда и так далее но все же все же стоило белым держать свои фигуры ближе к ферзевому флангу то есть не не скрывать линию аж и не уводить свои фигуры давайте посмотрим что последовало в партии до в партии последовало 10 один ход и черный пошли король d7 ну также стоит отметить что тут был интересный ход ладья hc1 может быть все таки этой ладьей опять же повторюсь игры на королевском фланге как таковой уже не будет поэтому все таки стоит свои силы сосредоточить на ферзевом фланге но они пошли ладья c1 теперь король d7 и опять же обязательно нужно было белым уже не отвлекаться на продвижение h5 но тут немножко шаблонно играют белые то есть они план наметили его проводят но мы уже видим что король эвакуированы d7 и в дальнейшем он уже будет дальше направлен на поле бы 7 на очень защищенную позицию последовал ход h5 же аж ладья h5 и теперь очень тоже интересный практический ход ладья g7 ладья g8 извиняюсь то есть защищаем пункт g7 и освобождаем дорожку для короля ладья h7 король c8 то есть мы свой план продолжаем потому что нам главное поставить на защищенное поле короля а потом уже будем планировать дальнейшие действия ферзь h4 было ну теперь ферзь g6 то есть мы имеем возможность возможность усилить положение ферзя почему бы и нет ладья h8 ноут размен в принципе белым ничего не дает коваль б7 и мы видим вот за счет этой эвакуации мы все угрозы соперника здесь нивелировали и теперь мы можем оценить позицию как лучше для черных потому что коваль надежном положении сейчас а вот все те плюсы которые озвучил в наталь в начале они у нас также и остались имеется ввиду лучший конь против плохого слона и лучше пешеная структура здесь двойные пешки плюс мы видим пешеное большинство на фланге ферзи вам который конечно даст нам определенную игру ферзи в 8 было в этой партии водятся 8 ну еще сильней здесь был очень сильный ход еще сильнее было сразу же вынудить размен ферзей то есть пойти все-таки ферзи всем таким вот образом вы вынудить размен ферзей потому что вот этот вот и шпиль с огромным перевесом для черных пешки идут ну по большому счету черную эту позицию будут играть как как будто бы они с лишней пешкой да и проходная на фланге их будет очень очень сильная то есть размен ферзей моментальный был еще сильнее но в этой позиции в партии последовало одеться 8 теперь ферзи 6 было сыграно ферзи 8 вернулись а 4 ладья до 8 ферзь а3 подготовили поле а3 а3 для ферзя ферзи 7 ну так или иначе размен все-таки случится потому что невозможно ферзем все время убегать от размена теперь я уже где-то хочу ферзь b4 пойти здесь белый сыграли слон d2 и черные теперь переключаются на королевский фланг пошли они же 5 существует идея идея вскрытия здесь игры и атаки короля то есть мы видим что игра белых на ферзем фланге вообще невозможно а мы имеем возможность также и короля атаковать ферзь c2 вот это уже ошибка потому что последовало немедленно и f4 вскрытие игры теперь взяли взяли ну теперь уже просто атака идет сильнейшая как защищаться от всего на слоны в 4 уходим из-под связки с шахом у водя же 8 шах слон же 3 теперь потерял спешка на d4 ферзь c3 было в партии конь е2 промежуточный шаг дали белый чтобы не потерять ладью король бы 8 ладья е1 здесь естественно если мы не видим конкретного выигрыша ни в коем случае такого хорошего коня менять на слона не нужно поэтому пошли кони в 4 логично просто съесть пешку конечно же на d3 конь d3 было в партии ладья b1 ферзь f7 теперь угроза существует владея g3 потом матные в 2 ферзь d6 пришлось шаховать король бы 7 шахов выше нет владея g3 угроза сохраняется король е2 владе c8 ну теперь если король d3 возьмет мы там его заматуем да потому что у нас же ферзь выйдет через f3 ну или через f5 можно ладью еще съесть тоже неплохо должно быть вот но я думаю что мат форсированный просто есть у нас еще лучше поэтому брать коня нельзя опять было в партии ну и здесь просто мы уже мату им теперь опять же на король d3 последует ход версии в 5 и ферзь е4 мат поэтому бить коня нельзя король f1 кони в 2 съели но тут предприняли последнюю попытку какой-то вечный шаг сделать но не ничего тут подобного конечно нет в этой ситуации отдали ладью король от шахов здесь закроются фигуры и король уйдет от шахов перцы 7 все тут уже делать нечего вот вот такая вот партия такой пример давайте вернемся к этой первоначальной позиции еще раз конечно нужно во первых чувствовать момент в какой когда стоит начинать думать о защите да но здесь вот этот момент он уже настал потому что убил все-таки есть конкретный план вскрытие королевского фланга и вот запомним еще раз один из методов защиты и закрытом центре особенно центр должен быть закрыт потому что если он открыт на нашего короля сразу атака в центре обрушится при закрытом центре существует идея эвакуации короля на другой фланг и в этой партии петросян ее продемонстрировал надеюсь вам было интересно это видео обязательно оставляйте комментарии ставьте лайки и до новых встреч скоро увидимся на стримах всем пока